поклевочка но это пол помельче ну тоже хорошее кабанская здесь нифига она сопротивляется а это кстати карась блин знаю какого здесь ну подниму наверно попробую я думал сорога тихо такого-то поднимем крючок оторвал зараза красивейший витрища конечно сразу за звук извиняюсь ну да надеюсь тех нет может кто-то догадается классные места вот такие вот по информации есть карась я сам здесь ловил кстати был здесь ну как-то неудачно мелкий карасик уже была поклевка окуня сход музыка и судак оторвал килограмма на полтора плетенку кстати ну плетенка китайской опять леску перекинул но такие вот классные места смотрите еще тема ладно сейчас ночевой были приехали кстати мы приехали с пролетарки если кто не знает пролетарка тоже уже стал платник заехали на пролетарку потом нахер платить деньги еще неизвестно клюет не клюет что он покажу видосы смотрите где места травка есть искала здесь конечно вообще кайф тысячелетиями все вымывало ветром выдувало посмотрим ездим за рыбой на рыбалочку должны что-нибудь поймать тем более уже рыбка себя проявила хотя мы приехали днем ну так и подращено приедем днем просто в то место куда мы хотели там платник потом еще приехали в одно место народищу короче километра если тоже видосы с этого места посмотрим зато здесь уже другая рыбка как есть судачок на счет щуки не знаю сучок есть уже сошел хороший полторашка литвушка оторвал прям видно уже было я даже камеру покидать ну природа конечно кайф смотрите восточный казахстан и горные озера какие-то все за рыбалку теперь придется платить все озера выкупаются все выкупаются и цены уже как говорится нормальный кто смотрел мое видео кто не смотрел посмотрите на двадцать пятом километре вы дерут офигенные деньги даже больше чем на каменском хотя на каменском щуки больше по крайней мере на рыбы не знаю щуки больше да и сорожки больше всего там больше ну это дело хозяина начнет начнется конкуренция люди все равно будут ездить я буду ездить ну сами согласитесь я готов платить деньги всегда платил например на каменском ну почти всегда получалось хорошо ловить почти всегда были конечно пролетные рыбалки но в основном получалось а вот на остальные водоемы под вопрос воды наберу с водоема так на выходе полка струйки не знаю кормить это место вот видите ветрище или там еще есть еще одно место фиг его знает ладно блин ветрища достал каждый день ветер каждый день уже сколько дует и дует куда не поедешь везде ветерок так ладно плиточка мы уже видавшие виды газ пошел ну есть баллон еще и слегка варить будем так бардачок небольшой на этом уже так будем варить оставшуюся перловку потом закинем при кормочку все равно еще и карасика думаю на спиннис поклёвало ну вечер утро ждем посмотрим закидываем здесь уже меры никакой нет это на приформку поэтому ложечку найдем и потом вот такой еще при кормочкой разбая нам вот ложечкой вот такой еще при кормочкой закидаем не знаю это не реклама низ какой-то ну посмотрим варится мы хочу разварить до такой степени что воды многовато конечно не спорю у нас шок при кормке там почти килограмм я думаю все это вперед себе я хочу говорить о косо цене что возможно чтобы на крючок можно было одевать потому что опарыша как-то не очень здесь рыба ну или просто еще не время ладно все равно приехали будем пробовать красотища конечно такие скалки такие места но ветер ветрища от лодку тут просушил с прошлого раза не получилось а поздно поздно мы сворачивались нифига она не просохла уже вечер был комары заели солнышко садится кстати ветер запад или северо-запад я заметил что рыба редко клюет в это время как бы не знаю почему ветер может влиять на рыбу ну я заметил уже столько лет от рыбачу как-то восток юго-восток более-менее когда не знаю посмотрим поклевки были уже мы просто на ура я даже камеру еще не доставал думаю попробуем все камеру отдел как обычно не поклевок нифига ладно разведка разведка все равно движняк интересно будет раз уже кто-то клевал мне кажется вечером утром будет тем более если судак сами знаете он вообще на зорях клюет либо даже ночью можно попробовать здесь такие места что даже с берега можно ночью попробовать вообще кайф интересно таки скалы вроде степь степа потом скалы 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 и водичка кайф вообще класс если бы не ветер но он уже затихает кстати это за растение интересно то ли ягода то ли цветочек вообще не понятно тут много растет ну конечно я здесь вот они что это такое красиво так выглядит непонятно цветочек или ягодка похоже что ягодка запаха кстати нету вот о них много тут растет мясо кстати есть тоже варится ну думаю прикормлю вечерком сейчас что-то будет уже 6 вечера сюда варим ну еще маленько на поварю чуть-чуть минутах десять и все выключаем засыпаем прикормочку и пусть томится что-то надеюсь поймаем смотрим ну думаю наша кашка готова так да хватает она еще раз париться все выключаем все выключаем и сыпем вот такую прикормку ну все наверно не надо я думаю так вот так хватит еще оставим на следующую рыбалку семечки анис ну все так сейчас перемешаем и пусть маленько настоится блин не знаю какое место кормить здесь кстати у нас пацака то нету если карась возьмется будет папа везде скалка там есть дальше местечко его что ли закормить тоже здесь который я приметил места запах пошел ну так раз перемешаем она сейчас пропитается она как и насадка пойдет и как прикормка думаю достаточно на утром и вечер полкастрюли трехлитровый даже больше тут на так все пойдет еще все пойдет нормально ну будем надеяться что что-то поймаем спиннинг тишина кидаем кидаем пока тишина все накрываем крышечкой пусть постоит еще напарится подостынет ну ветер уже стихает ветер стихает в которых местах я хочу рыбачить а что-то глянул скалы высоких как поднимать карася даже грамм 300-400 если уже надо заранее думать мы тоже не думали что судак возьмем он даже это не дал шанса фрикцион был затянут так что ребята проверяйте фрикцион заранее даже перед первым забросом мы думали так покидаем проверить но все нормально нет так что всегда бывает неожиданность а сейчас уже ближе к вечеру до седьмой час и вообще поклевок нету первая поклевочка вот он смотрите кто взялся зараза падла заглотил конечно я выключусь не буду показывать как все это будет происходить ну закормился там хотел в том месте где мы начинали там и трища вершик нефига смотрите размер а уклейка классная кстати штука вот эту можно забрать уже локацию там мелкие реши уклейка задолбывает и меня поплавок тем более красненький там темно сейчас солнце уже садится там не видно за скалкой вот сменил локацию проверяю за и там закормил место и здесь посмотрим что будет утром на спиннинг тишина почему-то самое интересное что днем приехали до были поклевки окуня судака ну потом раз и все как будто обрезала как унитазе закатик ну здесь локация чего неудобно утром будет хорошо солнце будет сзади сейчас садится на такие местечки ветер почти стих ладно будем пробовать разведка разведка прошлого года я почти не ездил на летние рыбалки даже не почти на ранее за но были семейные обстоятельства он сейчас вот разведываем смотрим что почем все места проверяем старые новые муж какие-то проверим взялась плотвиться такого более-менее размера два опарыша и перловка надеялся все-таки карасик ну ладно хочет вот а что это за фигня как тысячелистник только большие но такой водоемщик ничего же со поймаем на крайняк на живца может утром на спиннинг будет как бы разведка разведка море зикогели прикольные скалы это блин оранжевый мох понятно ладно рыбка есть днем не льет ведь активизировалась у нас не было прикормки может прикормкой днем поклюет но ждем карася судака и карася нет камера передаст нет ну спиннинг тишина хотя мы надеялись на вечерний выход судака он уже закатик видите удочку оставлял камнем приезжал все схавали скорее всего конца рожечка или чё нас удочка использую джига ловочку ну и классик два оборота паузы иногда так подергиваешь просто тишина хотя он здесь есть но никто ничего не гоняет может утречком что-то будет хотя удивительно мы днем приехали часа два я же говорю я даже камеру не стал брать думаю ну так место просто посмотрим сход окуня судачок оторвал кстати плетенку оторвал китайскую это беспонтовый все я опять на леску перешел попробовать и плетенки ну ничего не расстраиваемся разведочка главное главное разведочка травишка есть вот такая джиг головка но клевал на половиночка закут красненько а здесь все белое у нас просто их таких не осталось оторвались а зацепы есть сейчас воды много я два года назад был здесь есть бревна возле берега их было видно сейчас не видно так что если кто поедет если узнали место конечно но я расскажу скорее всего это не такого же секретное место ну я думаю узнали по ориентирам кто был здесь ну клёво нет людей нету клёво нет я надеюсь все таки на карасик карасик ловился хоть и не крупный соседи поймали крупного но это было по моему август месяц воды воды было поменьше намного меньше видно будут эти бревнышки стояли так деревья спилены затоплены и траве травы было намного больше сейчас как говорится галяк есть трава в соул самого берега вообще может траву надо ну я два места закормил здесь и там где у нас поклевки были здесь вот сорожника поймал что кто-то клевал утром посмотрим хорошо закормим больше пол кастрюли перловки прикормочка еще есть прикормка сейчас закормим если клевать будет посмотрим ну хотя бы сорожника суклей уклейка я вообще удивляюсь уклейка здесь интересно жирненько такая все ребята сейчас если что-то будет интересно я не знаю уже наверно темно камера на гоупро вот это есть свет свет нужен да многим камерам нужен свет знаю заснимет темно не темно ну какие-то стаю кстати летают я не пойму тут прямо что над головой бывает таки вот они птички вот такие вот прям им пофигу все люди не люди будет как пролетят аж над головой всем пофигу блин классные места судаковые все я говорю мы попадали но это два года назад здесь такие бои были судаковые взять не могли почему-то в бой судак не клюет кидаешь я не знаю может не те приманки все пробовали не берется в бой окунь в бой попадаешь да кайф вот они опять чё за птички они вот эту мошкару наверно ловят что ли прям толпами носятся ну ладно хоть ветер стих может утречка что-то покажет посмотрим у нас фонарик есть можно же ночью покидаем а что так ночью будет ну навряд ли мне кажется сейчас уже он при закате не клюет мне кажется мне вообще не будет клевать ладно ребята ничего нормально все кайфуем отдыхаем места новые кайфовые покажет ребятки веса сами видели да приехали как говорится на ура два года здесь не был ёршик есть окунь есть судак есть хотя упустили судака с окуня уклейка сорожечка ну утро покажет сейчас места закормили оба места и там и там здесь поутру посмотрим ветер не давал рыбачить я бы я днем здесь пытался рыбачить ветер не давал стречка идет даже не закинуть сразу все приносит посмотрим на спиннинг тишина ух ты я даже спиннинг не вытащил из-за карася смотрю что-то ну я думал конечно он крупнее будет ну ладно хоть такой грамм 300 есть уже больше ладошки такой прям хороший карась тот раз там вообще мелочь ловили посмотрим разведочка глянем чем почем рыбка плещется но птичника не видно чтоб гонял там судак обычно сами знаете на вечерней зорьке судачок гоняет не знаю что видно не видно света хватает не хватает ну ладно посмотрим будет что путь ну чё ребята хотим сейчас подожди сейчас расскажу это ну чё мог по вечерним клевом вот костерок запалили сейчас покушаем не знаю освещения хватает нет перекусим тут всякие кашки вечерний клев отсутствует вот карасика завалил там сорожки какие-то судак не хочет клевать днем главное была поклевка судака прям отрыв мы увидели вытаскивали без камеры ну окуня было ну и вечерний вот утром посмотрим сейчас перекусим спать ляжем пораньше встанем пораньше надеюсь а станем тепленько ветер стихает сырок костерок кайфуем дровишки кто-то оставил тут балдеем ну как пособирали походили там кое-что тоже нормально раз перекусим какая-то кашка у нас рисовая с мясом гречневая с мясом кофеек туда-сюда темно уже конечно ну покушаем надеюсь утром рано встанем посмотрим ну рыбка есть уже рыбка есть проявила себя хоть и немного но есть судачка я не стал снимать проснулся рано дубочина как конкретный я сейчас часов шесть на утра дубочина конкретный пока карасик не клюет не знаю вода теплая но клюет сорога конкретная вот смотрите сейчас я подниму подлещик одного поймал конечно хотелось бы карася прям вообще конкретная сорога ну морская он не говорю как из пулемета ну по чуть-чуть поклевывая сейчас может расклюется камеру даже не брал пока у час отдел ну как обычно сейчас камеру отдел не будет клевать хорошая такая сорога прям конкретная гранеров по 200 не сказал клеет на бутерброд перловка в который я сварил опарыш красный и белый все это надевая на крылья в расчете на карася все-таки такой залючки видите красивый он где-то мужички подплыли тут пробует но мы на спине накидали уже ходили туда-сюда тимур куда-то дальше пошел спиннинг вообще тишина ну и сорога тоже я не сказал как из пулемета клюет но так одна минут в пять в десять клюнет но серьезная сорожка сейчас вот камеру взял засниму хотя если будет клевать обычно камеру когда берешь она не клюет какой-то ветер блин холодные не знают вроде с востока дует ну холодным я вот свитри в камуфляже хищник вообще не нет не отзывается хотя вчера глю приехали такие думали о уже поклевки есть все сутрика вообще будем сюда когда дербанить нифига видать не зашел еще до полу помельче ну тоже хорошая на кабанская здесь нифига она сопротивляется а это кстати карась блин знаю какого здесь ну подниму наверно попробуй я думал сорога тихо какого-то поднимем крючок оторвал зараза карася упустил конечно сам лошара но это скорее всего сорожка или карась не не знаю по мусору нет это сороган блин смотрите какой лапать потихонечку ну это вообще на грамм 300 смотрите вот моя рука да смотрите какой какая-то язвочка она ничего страшного смотрите ё-моё ну теплая вода рыба теплая рыба теплая смотрите слоняра какой это уже более-менее рыбалок жалко карасяк ну тоже 1 сараган или карась нет сараган хорошая хорошая а ребята смотрите какой размерчик ну чуть поменьше конечно ну пойдет все равно тему пойдет приятно такую ловить оплата блин хорошая поклевочка была хорошая ну вот это еще зацепил ну не крупно это да не нормально карасик но этот падение оторвет карасик все равно жарешный пойдет ладошечный карасик со дна берет тепленький вообще красавчик пойдет так блин думал карасик сорожняк ладно тоже хорошая сорожка такая тема ну поменьше конечно чем с утречка надеемся еще что-то будет ну тепленькая вода теплая рыба даже в руку и берешь алга не клевал уже и вот он карасик пришел карасик так лесочка надеемся выдержит надеемся вроде не крупный иди сюда братан подальше сразу блин а где хорошие карасики ну все равно конечно ладошечный смотрите нормальный грязненький карасик грамм 200 250 хотя здесь есть и хорошие караси при мне ловили здесь и килограммовых сам-то я не ловил конечно ну пойдет на жареху куда денешь дорожка думал карасик мусорожняк поклевывает как-то волнами не клевала не клевала потом но она какая-то вялая утром она посильнее сопротивлялась сейчас как-то потихонечку сопротивление вообще почти нету тихо тихо стопудово карасина а нифига себе только пошли чай пить это точно карась уже вот так всегда хорошенький иди сюда тихо тихо потихонечку на леску же не будем поднимать а красавчик ну конечно не полкило ну такой вот более-менее это всегда так чем-то отвлекешься не клевала не клевал хотели чай пить ну такой вот хорошенький красавчик смотрите ребятки какой карасик уже грамм 300 толстенький были клевет редко но метко карасямба а сорожка фулю я уж тут такая сорожка что путаешь с карасем карась не крупный сорожка крупная вот такая вот никак не можем чай попить ну и закипятили вот такой сараган тихо 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 хорошая сорожка пока едовая прям вообще тема на бутерброд два опарыша белый красный и перловочка ну ничего мало мало рыбки наковыряли уже не то это разведочка как больно еще не сильно так как бы не кормим то не шибко поклевывает а вот такая сарага просто проклевывается пореже стала ну поклевывает уже чисто на опарыш уже перловку не садим чисто на опарыша нормально такая мерная сражение карась да карасик ну небольшой вот смотрите вроде не клевала не клевала потом снова началось ну вот это вообще уже зачетный так лесочку мне пожалуйста не оторви пожалуйста давай отдыхай и взялся далеко главное оттенок тихо 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 и сюда тихо братан пика тихо леску мнение тары да блин что такой а тихо 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 красавчик смотрите уже ладошку еле помещается это уже грамм по 300 нормально уже жарко все равно поклевывает я думал клев закончился как-то волнами клюет вот такой вот красавчик уже ладошка заглотил конечно до попы еще один смотрите день на поклёвывает приходится здесь пускаться там скалка высокая до карасямбик да блин иди сюда да что ты не дается вот такой вот карасямбик маленький тоже пойдет лещичка зацепил нормального был до этого такой же просто не снимал но надыбал место на русле закидывает поглубже метра 4 глубина он подлещик а возле берега все тишина на кузнечика офигеть блин клев не очень тимур откидает метра 4 глубину делает видать на русло попадает подлещик ловится я так шарюся не охота на такой глубине ветрище вот это уклейка посмотрите ё-моё тут сантиметров 20 карась на опарыша опять карасик вот пришел правда тут ветрища дует только закинул опять карасик тихо тихо братан аккуратно да блин да иди сюда вот такой вот лопаточек ладошечный даже чуть поболее только закинул тут ветрища пошел где углек поймал показывал там по рыбачу сюда попробую сразу карасишка взялся были на 5 до сюда клёв закончился днем клёва нет даже в прикормленном месте и здесь на кузнечика клюет ну кузнечиками здесь проблема кузнечика поймать проблематично трава здесь сухая маленькая их очень мало на кузнечика клюет кстати на опарыша клюет но очень редко знаешь еще чуть-чуть по понтимся до домой будем собираться но основную я потом покажу уловчик основной корняши улов был сегодня утром вчера вечерний клёв сами видели не очень с хищником тоже напряг не знаю я говорю вчера тимура огонь сорвался потом судачок который не знаю что за плетенка почему он ее оторвал видите фрикцион был затянутый до конца даже не ожидали что днем кто-то может клюнуть он так фонаря кидал все думали вот утром вечером наловим окунь судачок будет клевать нифига природка конечно кайфовая места конечно классно единственно что тинька нету а так вообще классно не рыбка есть можно сюда в принципе поездить тем более сейчас везде платники уже все озера здесь как бы можно рыбачить она потом сниму если что-то еще будет интересненькое потом уловчик покажу сколько поймали ну я хоть по карасику оторвался уже давно не ловил хоть и не крупный карасик ну нормальный ладошечный такой пойдет но сама на жареху классно давно я так уже не отрывался по карасе хорошее место мне нравится а то видеть здесь какие сколько ездили рыбалок ну как бы неудачно особенно мне почему-то тимур там хоть мало-мало иногда там поймает чучку две а я что-то вообще уже то ли отучился рыбачить то ли что не знаю но спиннинг вообще не катит может сейчас и рыба еще не очень не сильно активно сейчас может конец июля август начнется половин туда она пока отключается что будет интересное покажу в прямом эфире в прямом эфире ой ой это отпустим конечно мультяточку на два опарыша жадина думал что путь не таких мы отпускаем уже сами видели какие тут ловятся поэтому смысла нет пусть растет подрастает смысла таких брать нету собрались домой еще раз покажу вам природу мусорка хватает конечно свой мы забрали мусора хватает отдыхающих тоже хватает вот наш уловчик такие карасики ладошечные вы видели дорога отбор на еще много отпустили более-менее не знаю ну как килограмм пять лет на шесть есть подле щечки небольшие ну что ребята давайте до новых встреч на канал